друзья сегодня будем говорить про файл нестинг для visual studio есть такое понятие в других средах разработки но я буду говорить про visual studio и для начала хотел бы рассказать анекдот но не буду затягивать время поэтому давайте переключимся visual studio и посмотрим как это работает и в общем то что это дает и так для начала кратенько инструмент который называется nesting он уже существовал давно и собственно говоря все сводилось к тому что вы просто включаете или выключаете кнопку потом появилась некая управляемость но теперь добавился вообще такой отдельный пункт как custom settings и это на самом деле в общем радость на самом деле собственно говоря возможно это custom settings она включает использование на то есть она подключается ко всем проектам вашим которые будете играть visual studio но я покажу как это можно сделать для конкретного проекта вот мне как будто бы blazer какой-то проект большой и вот есть отдельная штука который для проекта подключает эту опцию но собственно говоря перед тем как вообще начать что-то в что-то вкладывать для начала давайте вот допустим для каунтера создадим viewmodel который будет как бы от которого будет наследоваться ну в общем чтобы у нас появился c-sharp файл для этого нужно сделать конечно же давайте назовем каунтер пусть будет model давайте теперь его создадим я буду создавать в той же папке что и собственно говоря этот компонент с расширением c-sharp отлично теперь давайте предположим ну давайте тогда до конца доведем начатое ко компонент base я не у меня задачи нету написать какие-то компоненты я просто хочу показать как с этими файлами можно управляться смотрите у нас получилось два файла и как видите на стенку нас срабатывает только на то что имеет какое-то соответствие по названию и вообще как вы знаете в блейзере теперь появилась возможность сделать еще и counter razer css то есть это файлы которые изоляционно то есть файлы css которые изоляционно лежат конкретной папки к привязаны конкретному проект то есть они не шарятся на все приложение в общем эти мы потом поговорим чуть позже ну и как видите он автоматически вложился то есть вот эта вот функция она как бы срабатывает на такое количество файлов но теперь представьте что я хотел бы вот этот вот файл вложить собственно говоря вот сюда то есть чтобы у меня был в этой папке для этого собственно и существует этот вот файл нестинг и в общем если вы сюда привяжите еще какой-нибудь файл например gs то они будут связаны в одним файле и это будет на самом деле удобно так для того чтобы это сделать для начала нужно написать что в общем если честно говорить то все это описано уже как бы на сайте microsoft а там достаточно подробное описание я же просто хочу показать на конкретном примере потому что там это все как бы в виде статики но а теперь смотрите тут на самом деле подсказка очень круто работает в студии интеллисенс работает всегда хорошо но есть конечно компьютер вас быстрый ну и в общем смотрите мне нужно ввести некоторое количество провайдеров они вот тут описаны то есть первым делом конечно же у меня есть extension который называется extension to extension нет мне нужен файл суффикс то extension но смотрите у меня задача вот этот вот файл который называется counter-model.c-sharp вложить его в Razer ну то есть в counter.raiser я должен написать опять же по системе вот здесь я должен написать модел ну то есть название model.c-sharp тут я что-то лишнее написал и сказать куда он должен вкладываться у меня должен вкладываться .razer я нажимаю сохранить и как вы видите у меня модул вложился в Razer но тем не менее у меня отключился Razer от counter для этого я должен добавить еще один давайте его сверху добавлю это extension to extension и здесь также должен добавить add и здесь уже должен написать следующее я хочу чтобы меня .razer .css вкладывался так ну в моем случае это .razer я нажимаю сохранить нажимаю запятая нажимаю сохранить ну и как видите у меня теперь в counter .razer вложено два файла и модул и Razer ну соответственно если вы будете называть counter viewmodel то здесь нужно написать viewmodel или counter code behind например в общем мне кажется это на самом деле очень удобная штука ну соответственно если вы сюда добавите еще один файл допустим counter.js ну что собственно говоря тоже позволяет делать blazer то вложить его собственно опять же сюда на самом деле тоже очень просто это вот extension to extension мы сюда добавляем запятая еще один . js двоеточие и вложить его так .razer ну и как видите на самом деле это нас вот мне кажется очень удобно когда у вас к одному viewmodel привязано все что вам нужно более того там есть положение ну вот вот собственно все что хотел показать хотя если что я хочу добавить что я создал gist если захотите можете прямо скопировать файл если вам лень писать ссылка конечно же в описании ну и на этом все всего всего доброго пишите правильный код и и вам будет счастье вот так и 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